Всем привет друзья! Сегодня у нас очередная распаковка посылок из Китая, в частности с торговой площадки Алиэкспресс. Товары по традиции из разных категорий и ссылки на них находятся в описании к этому видеоролику. Ну а если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, поддержите это видео своим лайком и давайте начинать. Как правило, в каждом багажнике существует ниша рядом с колесной аркой и в ней всегда находятся какие-то вещи. Во время езды все эти вещи беспорядочно разлетаются по багажнику и каждый раз их приходится возвращать на место. В этом случае выручает вот такая сетка. Она уже была у меня когда-то давно на распаковке, вот появилась необходимость прикупить еще. Предназначена она для удобства перевозки и хранения вещей. Имеет незаметную, но крепкую конструкцию. Сделан этот органайзер качественно, уже больше года один такой висит в багажнике и нареканий никаких нет. Заказал по причине нехватки места в одном таком органайзере. Сетка крепится на липучке в любое место багажника и подходит только для багажников, обшитых тканью. У продавца имеются различные размеры данных сеток, в моем случае это размером 25 на 50 сантиметров. Это самый большой размер у данного продавца. Есть размеры поменьше и цена на такие органайзеры варьируется от 200 до 300 рублей в зависимости от размера. Частенько покупаю в Китае кабели USB для телефонов и других гаджетов. Вот прикупил еще один Type-C кабель. Приходит он в плотном зип-пакете, да и сам кабель я вам скажу довольно плотный. Сделан очень качественно, брал длиной 1 метр. Сам провод в нейлоновой оплетке, а место сгиба около штекеров защищено плотным материалом. Так что можно не бояться, что кабель в этом месте лопнет. Производитель заявляет максимальную мощность, которую может пропустить через себя данный кабель 60 Вт. Поддержку быстрой зарядки, а максимальный ток 3 А. И действительно, потестировал я его, 3 А спокойно пропускает, не греется, так что можно спокойно им заряжать даже ноутбук. Цена на такой кабель на момент монтажа видео варьируется от 130 до 230 рублей в зависимости от длины. Кстати, есть доставка из России, так что можете получить этот кабель примерно за неделю. Но раз уж заговорили о гаджетах, то покажу вам еще пару товаров. На Алиэкспресс можно найти аксессуары на различные модели телефонов, даже на очень старые. И вот надо было найти защитное стекло для телефона LG K10. Для тех, кто не знает, это вот такой аппарат 2016 года. В общем, найти не составило труда, в комплекте идут 2 стекла, а стоимость за комплект всего 120 рублей. Не думаю, что в магазине сейчас можно найти аксессуары для таких старых моделей телефонов. Поэтому, если вам вдруг надо, то ссылка находится в описании к видеоролику. Кстати, также оставлю ссылку на продавца, у которого огромное количество стекол для различных телефонов. У него в наличии более полутора тысяч различных стекол, отличающихся по качеству, цене и моделям телефонов. Еще один товар тоже для модели телефона 2016 года Samsung J7. Это вот такой забавный чехол-книжка. Сделан на вид качественно, на телефон сел отлично. В комплекте идет небольшой темляк для переноски, а также предусмотрено несколько отсеков для банковских карточек. Сам чехол запаха никакого не имеет, а его цена на момент монтажа в видео варьируется от 250 до 330 рублей, в зависимости от модели телефона. На странице товара можете посмотреть, на какие модели Samsung есть данный чехол, а также в наличии огромное количество принтов на выбор. Далее у нас несколько товаров для дома. Решил заказать зубные щетки, но щетки непростые, а с очень мягкой и мелкой щетиной. Приходят они в индивидуальном футляре, но этот тубус так себе, качество отвратительное, а вот сами щетки довольно хорошего качества. Как можете заметить, здесь просто огромное количество ворсинок и судя по отзывам покупателей, этими щетками довольно хорошо и приятно чистить зубы, так как они не травмируют десны, но для кого-то может показаться такая щетка слишком мягкая, так что здесь выбор только за вами. Цена за одну такую щетку от 80 до 90 рублей в зависимости от цвета и формы щетины. Ручки кстати у щеток очень удобные, в руке лежат хорошо. Ну а ссылка на такую щетку уже ждет вас в описании к видеоролику. Следующий товар думаю пригодится хоть и немногим, но это очень интересная штука. Хоть человечество и уходит от обычных батареек, используя в различных девайсах уже встроенные аккумуляторы, но все равно в быту найдется хоть одно устройство, которое работает от батареек. Это переходник с мизинчиковой батарейки или аккумуляторов формата 3А на батарею типа размера 2А. Переходник предназначен для использования обыкновенных мизинчиковых батареек или аккумуляторов в устройствах, которые питаются от аккумуляторов размера 2А. Переходник по размеру полностью соответствует батарее формата 2А. Выполнен он из пластика и очень просто в использовании. Достаточно вставить аккумулятор в переходник и установить получившийся элемент питания в устройство. Адаптер состоит из двух половин, которые крепко и надежно защелкиваются. В качестве минусового контакта в переходнике служит минусовой контакт самой батарейки 3А, то есть нижняя часть переходника не имеет пластикового дна. В качестве плюсового контакта в переходнике служит металлический цилиндр, в который упирается плюсовой контакт мизинчиковой батарейки. Как можете заметить, всё работает исправно и проблем никаких не возникло. Переходники продаются комплектом из 4 штук и цена их на момент монтажа видео чуть больше 60 рублей. Уже более 1000 заказов на них у данного продавца, а рейтинг 4,9 из 5. Этот товар не только для мужчин, но и женщинам тоже подойдёт. Хоть и написано на странице товара, что это мужские носки, но отзывы пишут у девушки. Ну как я сказал, это мужские укороченные носки. Качество пошива меня порадовало, ни одной торчащей нитки нет, в общем к покупке сразу же могу рекомендовать. Носки продаются комплектом из 5 пар и отдадите вы за этот комплект на момент монтажа видео порядка 300 рублей. У продавца имеются различные цвета на выбор, можно даже заказать каждую пару разного цвета. Внутри носка на пятке имеется небольшой кусочек силикона, чтобы носки не слетали с пятки. На мой 43 размер носки сели отлично, но будьте внимательны при заказе. Прочитал в отзывах, что на широкую ногу 43 размера носки будут маловаты. А так как у меня нога не широкая, то мне они подошли в самый раз. Далее товар для автомобилистов. Позиционируется как щётка для мытья колёсных дисков. Представляет собой твёрдую пластиковую ручку, а вот сам ворс, если его так можно назвать, гнётся под любым углом, и как можете заметить, щетинки сделаны из мягкого поролона. Так что для мытья дисков однозначно этот девайс подойдёт и не поцарапает поверхность. В деле ещё не пробовали, но судя по отзывам, большинство покупателей довольны этим товаром. Цена на момент монтажа видео всего 130 рублей, почти 3000 заказов и большое количество отзывов. Ну и наверное самый необычный и бесполезный товар на сегодня. Даже не знаю как его назвать, придумайте название этому девайсу и напишите в комментариях к этому видео. Это своеобразная ручка для бутылки, которая может превратить обычную пластиковую бутылку во что-то наподобие графина. Вещь-то вроде нормальная, удобная, но вот качество оставляет желать лучшего. Какая-то грязь в самом носике, да и отверстие, через которое должна проходить вода в сплошном облое. Не знаю, может это только мне попался такой экземпляр, но грязь можно почистить, отверстие расковырять и будет счастье. Ну а в целом этот диспенсер вполне рабочий, вода не протекает, соединение герметичное, да и бутылку удобно держать. Вот только для газированной воды вряд ли получится использовать это устройство, так как крышки никакой не предусмотрено. Да и стоит это чудо почти 200 рублей. Ну и спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Ссылки на все товары находятся как всегда в описании к видеоролику. С вас подписка, лайк и позитивный комментарий. Ну а с вами был как всегда Иван, до скорых встреч, пока-пока.